Как только в сети появился новый фильм, снятый фондом Навального и компрометирующий премьер-министра, некоторые поспешили объявить эту ленту всего лишь предвыборным пиаром, что в корне неверно, поскольку игнорируют основную цель, которую ставит перед собой блогер. Эта цель звучит следующим образом – спровоцировать в обществе ту самую дискуссию, которая предшествовала украинскому Майдану. Таким образом, Медведев становится объектом, этаким аналогом Януковича, в то время как сам Навальный играет роль Турчинова, либо Яценюка. Подобная аналогия правильна и в той связи, что, как и они, Навальный не является самостоятельной фигурой. Это не политик, который ради собственной карьеры пытается уничтожать своих политических конкурентов. Все гораздо хуже. Если представить себе фантастический невозможный вариант, в рамках которого Навальный получает в свои руки рычаги управления страной, понятно, к чему это приведет. Страну к развалу его самого, к эмиграции. И он сам это тоже понимает. Таким образом, в данном случае личная власть не является самоцелью. Единственная реальная цель – это причинение максимального урона государству. Навальный идеально подходит для реализации этой задачи, потому что начинал он именно с того, что, обладая небольшим пакетом акций, прикрываясь интересами миноритариев, пытался нанести значительный вред крупным российским компаниям. В 2010 году Транснефти, в 2012 ВТБ. Тогда он пытался добиться для компании ни много ни мало штрафа в размере полумиллиарда долларов. Теперь эта стратегия переносится на саму страну, а заодно еще и повышаются ставки. Причем соседствуют этому новые агрессивные заявления на Западе. Так, 3 марта заместитель командующего сил НАТО в Европе Эдриан Брэдшоу прямо заявил, что Россия будет угрозой для США и для Запада, пока у власти будет оставаться Владимир Путин. То есть все говорится открытым текстом. Однако в данный момент Навальный понимает, что он не может организовать вброс непосредственно против президента. Это рискованно и в это не поверят. И поэтому зачем рисковать, если можно использовать тактику опосредованных ударов, бить непосредственно по ближайшему окружению. Ведь если удастся вывести антимедведевскую кампанию на какой-то действительно солидный уровень, вызвать в обществе серьезный резонанс, тогда президент окажется перед очень непростым выбором. Ему придется либо пойти навстречу и тем самым проявить свою слабость, избавиться от одного из самых верных соратников, либо игнорировать запрос, давая оппозиции в руки новые и не новые аргументы. Таким образом, вне зависимости от дальнейшего развития ситуации, пятая колонна будет в любом случае в выигрыше. Тем более, что это досье, вокруг которого сделан фильм. Оно сделано очень профессионально. Понятно, что его готовили не грантаеды из фонда. Из этого досье за версту торчат уши ЦРУ. И хотя в нем нет ни малейшей юридической составляющей, скомпоновано оно очень и очень грамотно. И поэтому теперь западные спецслужбы будут продолжать использовать вот этот самый инструмент, которым является Навальный, для наращивания объема компромата. Потому что компромат после достижения определенных границ перерастает в совершенно новый качественный уровень. Вне зависимости от своей достоверности. Компроматом можно завалить любую фигуру. Нам же сегодня надо просто-напросто задуматься о другом вопросе. Если в стране действует человек, который открыто занимается информационным терроризмом, который открыто использует информацию, полученную непонятно от кого, который пытается нагнетать действительно революционную ситуацию, то можем ли мы в нынешней ситуации допустить, чтобы это происходило дальше? Если можем, тогда надо просто ждать, пока революционная ситуация действительно достигнет критического уровня, когда сделать что-либо будет уже поздно. Если же нет, тогда надо понимать, что таких людей надо закрывать, не оглядываясь на Запад. Людей, которые занимаются уничтожением государства. А lotмирает... А лягостно прод revised употребления его явно Yay! А можно уничтожено? foul Девушкиhofen Патри по с Corin таксалу И уничтожено